всех приветствую друзья всем привет из канады сегодня у нас очередное видео покупок и покупок из секонд-хенда украшений вы кто давно со мной вы знаете мою страсть к покупкам украшений именно из секонд-хенда очень много у меня украшений именно оттуда большинство я бы даже сказала и вы кто видите мои вот когда я показываю свои примерки своей одежды я очень часто использую для своих аутфитов украшения которые были куплены в секонд-хенде это не всегда винтаж и не всегда какой-то антик ну антик вообще очень редко не всегда винтаж иногда я покупаю украшения современные ну очень красивые которые очень стоили дорого например магазине какого-то бренда который я знаю что они были довольно дорогие а в секунде я покупаю там по 5 по 6 баксов и поэтому как бы этим они цены они в прекрасном состоянии это хорошие компании в основном наши американские иногда попадаются европейские ну конечно снова американские вот а те кто у меня новенькие на канале я очень вам благодарна что подписались добро пожаловать я всем очень очень рада и вот теперь вы знаете что я не только люблю примерки в заре и других магазинах платят но я также очень люблю секонд-хенд именно вот украшений давайте я вам буду показывать что я купила из моих последних покупок и потом на себе сразу померю и в общем давайте быстро без затягивания потому что я уже смотрю на часы и у меня уже значит эти секунды мелькают и бегут во первых я купила несколько ожерелье они между собой два из них вообще очень похожи но они в общем то как бы из разных разных брендов разных компаний вот это ожерелье бренда j crew кто интересуется американской бижутерией тот знает что это такая американская компания которая делает одежду и украшения компания довольно недешевая и как бы украшение соответственно тоже значит если вот такой вот колье я купила долларов за 6 в магазине она стоила долларов наверное 60 70 80 возможно 50 во всяком случае точно совершенно состоит она из пластика и камушков я подозреваю что ой давайте я вам себя надену потом до рассказ потому что так ничего а вот так я возьму и так вот понятно ведь у него есть такая цепочка удлинительная я подозреваю что она не совсем новое было несколько лет назад период когда были очень модные вот такие вот с большими большими камнями такие большие крупные украшения вот на них прошла а это такое похоже типа того но не совсем такое крупное украшение в принципе украшение довольно небольшое и не очень массивная поэтому из моды она особенно не вышло и вполне можно его носить давайте его надену вот так вот симпатичненько она выглядит на шее как всегда когда стал снимать видео соседи начали косить траву пойду закрою окно минутку вроде стал потише надеюсь что вам не слышно вот такое ожерелье единственный недостаток в нем это то что вот я помню до сих пор я не очень вижу вот когда вы его надеваете вы должны так вот этого разложить вот эти вот треугольнички и камушки в общем сделать как-то по-моему до сих пор вы знаете я такая слепая я ничего не вижу что у меня здесь происходит ну вот так красивая красивая нарядная но не очень принципе можно его и носить не обязательно на выход мне кажется что так тоже нормально следующее ожерелье это очень похоже тоже вот такие вот какие-то треугольнички ромбики треугольнички видите из такого как будто со старинного металла и тоже со стразиками в общем похоже немножко на предыдущие но другое это бренд stella and dot это тоже американская компания тоже конечно никакой не винтаж не дешевая тоже она довольно известная для для тех кто интересуется американской бижутерией они именно делают бижутерию и специализируются на этом точно не скажу сколько она стоит в магазине stella and dot но не дешево это совершенно точно давайте я сейчас надену на себя и покажу вот такая красота похоже на предыдущий на предыдущий было попроще потому что были вставки пластиковые и камушки а здесь только камушки поэтому она более такое нарядное и покороче на шея и в общем вот вот такое вот ожерелье по моему очень симпатичное по моему очень красивая и тоже вне времени по моему из моды никогда она не выйдет следующие украшение это набор ожерелье и серьги ой мне так трудно вам показать я наверно на себя надену и покажу так будет легче потому что сейчас попробую в общем серьга выглядит вот так гвоздик с цепочкой и видите свисающий такая слезка капелька с коричневый такой камушек и сверху сделана маленькая такая как будто бы бусинка с маленькими блестящими бусинами и точно такой же кулон не очень длинный довольно короткая цепочка но мне это нравится я люблю я не люблю очень длинные кулон хотя нашу видите вот тоже вот такая же вот такая же вот такой же кулон коричневая слезка камушек и красивая сверху небольшая маленькая такая бусинка со стразиками цепь очень тоже симпатичная красивая цепочка вот застежка все как надо никак и никаких названий я на нем не нашла хотя сделан он прекрасно я даже сначала думала что он возможно позолоченный но вряд ли может и да я не разбираюсь если честно может и позолоченный но выглядит очень красиво такой знаете благородный тоже интеллигентный красивого цвета тоже тоже мне моды никогда из моды не выйти давать иметь вот такая красота ну просто же просто прелесть видите как красиво лежит этот кулон он такой тяжеленький он очень красиво выглядит на шее и серьги тоже очень красиво элегантные вот именно тем что вот есть небольшая цепочка и вот такая вот штука свисает такая слезка капелька я не знаю что это это не камень конечно похоже на стекло не пластик потому что она довольно тяжелая и знаете так выглядит есть огранка на на кулоне и стеклянные вещи они обычно такие целенькие когда это пластик то есть какие-то затертости а на этом ничего я не знаю сколько ему лет я не думаю что прям такой же винтаж винтаж во всяком случае если да то он сохранился очень хорошо возможный винтаж такой фасон знаете возможно винтажный очень мне нравится этот набор просто очень еще одна ожерелье очень необычное не такой знаете такая геометрия какой-то такой знаете современный дизайн опять же думаю что не винтаж но очень красиво мне она очень понравилась своей необычностью здесь видите черный металл цепочки и вот здесь вот часть колье все сделано в черном металле выполнена и вот такие вот эмалевые красные какие-то элементы и красные бусинки кристаллики красные тоже сделано в нем никаких маркировок но очень оригинальная и очень такой знаете необычные я не встречала ничего подобного нигде никогда поэтому мне захотелось его купить потому что понравилось именно своей необычностью смотрите как замечательно она выглядит на шее бросается в глаза такой statement piece что называется в то же время он не очень массивный а вот такое знаете именно бросается в глаза своей необычностью именно какой-то такой очень оригинальный дизайн мне кажется что она всегда тоже будет моде потому что я трудняюсь сказать каких годов вот может быть она может быть семидесятых восьмидесятых и девяностых и вчера мы могли бы сделать такой же ну то есть вот красивая очень колье красивое ожерелье подойдет черный красный вот знаете вот такой кармен свитов ну очень интересно и понравилось мне и на шее очень красиво так хорошо лежит аккуратненько в общем нигде ничего не переворачивается не перекручивается а дел и не думаешь о том что надо его как-то поправлять очень мило еще одно колье очень необычная вещь на цепочке вот такой вот большой кулон но он секретом секрет заключается в том что с другой стороны здесь стекло причем она увеличительная и каким образом это работает вот так вот она открывается брюки превращаются вот так вот она открывается видите здесь магнит вот здесь вот магнит и вот здесь магнит и она вы также захлопывается то есть когда вы его открываете вы можете использовать его как увеличительное стекло она действительно увеличительное стекло вот эта штука она действительно увеличивает так не видно но поверьте мне я проверяла и когда вы закрываете и вот это просто вот такой вот кулон длинный на цепочке я нашла его где-то в на амазоне он стоил порядка там 30 долларов, по-моему. Я купила его тоже там за 5, что-то такое. Ну, дело даже не в этом. Дело даже не в цене, а в том, что вот оно очень такое необычное, оригинальное. Я не думаю, что это винтаж. Написано, что это под винтаж, как бы такой, знаете, увеличительное стекло-кулом. Ну, действительно под винтаж, потому что выглядит оно такое немножко, как будто бы винтажное, но на самом деле нет. Я сейчас его надену, оно довольно длинное. Вот так вот я немножко отойду, чтобы вы видели его длину. Видите, вот оно до сих пор. А на самом деле, вот на шее выглядит оно вот таким вот образом. Кстати, можно укоротить цепочку и носить его вот так вот коротким. Можно цепочку оставить длинную и носить его вот до пупа фактически. Интересная вещица, такая необычная, прикольная, знаете, вот это увеличительное стекло. Конечно, никто не будет им пользоваться как увеличительным стеклом, но как вот просто такая, как прикольная вещь. Это очень-очень мило. Один браслет покажу вам. Это такой браслет на пружинке. Вот так вот он открывается. Круглый браслет, не без остежки, а просто вот на пружине. Вот здесь у него пружина, и здесь он вот такой. Вот. Что в нем ценно для меня, это то, что он мне невелик. У меня все браслеты мне обычно большие. Очень многие. Я очень редко могу себе купить браслет, потому что они мне все большие. У меня тонкая рука, и вот они обычно у меня сваливаются. Но вот этот вот в самый раз. Он такой необычный, интересный. Мне понравился он тем, что он... В нем несколько камней, сочетание красных, бордовых и зеленых. Сейчас я вам покажу поближе. Видите? И есть небольшие кристаллики. И он такой прикольный, такой кругленький. Как ежики такие здесь, знаете. Дикобразы. С камушками. Интересный. Не очень блестящий металл, не очень желтый, а такой, знаете, немножко состаренный. Симпатичный браслет. Оригинальный, красивый. И тем более у меня есть много украшений. Вот именно вот с такими вот камнями. Зеленые, бордовые, что я, в принципе, могу его носить со многими из моих украшений. Ну и поехали по брошкам. Я же без них не осталась, конечно, как вы понимаете. Вот такая вот блескучая снежинка. Больше подходит скорее к Новому году, к Рождеству, но тем не менее. Вот нашлась в магазине. Тоже нету никакого на ней названия. Но она очень красивая, объемная, большая, крупная брошь с белыми стразами. Посмотрите, как она блестит, переливается. Просто невероятная красотка. Невероятная, большая, блестящая, все камушки на месте. Возраст, опять же, не берусь судить, но мне кажется, что она не совсем такая новенькая. Выглядит, как довольно такая старенькая брошечка. Очень красивая. Вот так красиво-прекрасиво она выглядит на одежде. Понимаете, да? В серебряном тоне. Действительно, очень красивая, очень яркая брошь. Бросается в глаза. Подойдет абсолютно к любому наряду, по-моему. Следующая брошь немножко похожа. Вернее, она совсем не похожа. Похожа она только тем, что она выполнена в серебряном тоне, и у нее тоже белые. Но это не белые, это кристаллы, которые называются Aurora Borealis. Это специальное такое покрытие кристаллов, когда они переливаются всеми-всеми цветами радуги. Как будто, знаете, бензиновое стекло, вот когда-то это называлось. Форма этой брошечки веточка-спрей такая, вот именно вот с такими вот длинными лепесточками, как будто бы ветка с продолжением. Вот такие брошь обычно называют брошь-ка-спрей, веточка-спрей. Значит, в ней ее можно носить как брошь, ее можно носить как кулон, потому что здесь вот у нее есть такой крючочек, что ее можно вот так вот повесить на какую-то цепочку и носить вот так вот. Тоже будет, по-моему, очень красиво, но я вам покажу ее как брошь. Прицеплю сейчас сюда и покажу, как она выглядит именно как брошь. Вот так вот я ее приделала вот сюда, потому что она довольно тяжелая, и вот прицепить ее сюда к блузке, к кофте моей было довольно сложно, потому что как-то она отвисала ткань, как бы оттягивала ткань, было не очень красиво. А вот сюда вот в самый раз, тяжеловатая она, конечно, но это связано с тем, что когда камни-стекло, стразы сделаны из стекла и хороший металл наброшен, то они всегда обычно такие нелегкие, тяжеленькие, но темы отличаются хорошие винтажные изделия. Это качеством металла и качеством стразов, которые обычно стеклянные, поэтому, конечно, они имеют вес определенный. Ну, вот такая вот брошка очень красивая. Видите, как она блестит, переливается. Красота! Следующая брошь – это фарфоровая английская брошка. У меня есть несколько такого типа брошек. Они есть разные. Есть цветные, есть цветными цветами. Вот это вот такие белые лилии. Это вот винтаж-винтаж. Это именно старинные английские фарфоровые броши. Обычно они, поскольку много лет, и этот фарфор доходит до нас в довольно плачевном состоянии, с какими-то отломанными листиками, лепестками, но у этой прекрасная сохранность. Она абсолютно целенькая. Видите, у нее нет ничего, ничего не отломано. Все цело. Сзади вот они обычно сделаны вот таким вот образом. Вот эта штучка здесь написана в названии. Ее и сделано в Англии. Такая милая, просто нет сил. Прямо милота-милота. Хорошенькая, невероятная. Сейчас померю. Ну вот, такая прелестная прелесть. Вот так она выглядит. Ее тоже можно вот так вот прицепить, вот чтобы закрыть, если сильно расходится декольте, или вот куда-то так. Вот такая вот милаха. Прямо прелестная. Прямо летняя, весенняя. Абсолютно ко всему можно ее носить. Чудесная брошечка, прелесть. Хорошенькая, очень милая. Очень интересная брошь. Единственная маркированная из тех, что я купила, это брошь Cora Craft. Ну, кто знает, интересуется винтажными украшениями, тот знает этот бренд. Это именно Cora. Они есть разных маркировок. Cora Pegasus, Cora Craft, просто Cora, в общем, разные. Винтажная, конечно, вещь находила. Нашла я ее и на eBay, и на Etsy. В общем, довольно недешево они их продают. Они из разных, вот разные вот эти вставки, в золотом тоне, в серебряном. Есть разного цвета вот эти вот, как бы, камушки, вставки. В некоторых у нее здесь есть некоторые камушки, которые немножко пожелтело. Вот клей, видимо, может, их подклеивали, переклеивали. Может быть, вы видите вот здесь вот. Но винтажная брошечка, конечно, есть некоторые в них всегда потери, недостатки. Но так, в принципе, в общем и целом, она выглядит очень необычно. Очень необычная вообще брошь, очень интересная форма. Есть еще клипсы такие, но клипсы я не нашла в Seconde. А вот брошь-то нашла. И вот она такая вот странненькая, интересная штучка. Сейчас примерю. Смотрите, какая красотка. Я почему-то поняла, что я совершенно напрасно лепила все брошьи на эту сторону, потому что, во-первых, трудно застегнуть. Во-вторых, с этой стороны лучше видно, когда я стою в камере вот так. Ну, вот такая красота. Видите, какая необычная, красивая, интересная такая, ну, необычная форма. По-моему, очень-очень классная. Красивая брошь, такая яркая, яркая, но благородная. Еще одна брошечка, она без маркировок, но я знаю такого типа, вот именно, она абсолютно точно винтажная. Я знаю такого типа винтажные вещи. У меня есть похожие браслеты, колье, вот именно вот с этими вот пластиковыми листиками. Не припомню, на что она может быть похожа, чей это может быть бренд, но есть вот, по-моему, из какой-то вот известных вот этих винтажных марок украшений, бижутерий, вот такие вот пластиковые листики. Очень популярно, как у датов в 60-х годах, было вот такой вот, именно вот этот вот пластик, термо, как-то он назывался термо, что-то такое. И есть он в разных вариантах. У меня есть впечатление, что ее можно носить как брошь, а можно носить вот как кулон, если зацепить вот за это вот. Здесь видите, такая, как будто бы не крючок, но в принципе, вот как будто бы такая вот веточка делает такой металлический, металлическая вот эта проволока, такой поворот, что в принципе сюда можно вдеть цепочку и носить ее как кулон. Хотя, может быть и нет, не знаю. Ну, в общем, вот такая вот скромненькая, немножко осенняя, но очень интересная брошечка. Скромная, не бросающаяся в глаза, не очень яркая, но в ней есть определенное благородство и такое, знаете, интеллигентность. Вот не всегда нужно что-то вырвить глаз, иногда хочется что-то такое более тихое, спокойное и скромное. И последняя на сегодня брошка, абсолютно точно винтажная, в ней тоже нет никаких маркировок, но у меня есть подозрение, что это Австрия или что-то европейское, потому что вот то, что я встречала вот на просторах интернета и вообще в каталогах каких-то вот очень характерные вот эти вот мелкие цветочки, мелкие камушки и вообще форма, и то, как она сделана, не буду вас утомлять деталями, очень похоже на то, что это винтажная австрийская брошечка. Может быть и нет, но она такая красивая и милая, что на самом деле это не важно, австрийская она или нет. Посмотрите, какая милейшая красотка, красотка, хорошенькая-хорошенькая, просто чудесная. Вот эти маленькие цветочки такие, сиреневые маленькие камушки, просто чудно, чудно-чудно. Сейчас примерю. Абсолютно такая милейшая милота, скромненькая, но видно, что это винтаж, видно, что эта брошечка не новая, видно, что она, конечно, пожила свое, но она в прекрасном состоянии, прям такая, знаете, как будто ручная работа, вот эта вот проволока так вот оформлена, она очень так вот, как будто бы вот кто-то сидел и руками делал. Не штамповка какая-то, не шерпотреб, а очень такая вот индивидуальная работа, ювелира, именно который делал ее своими руками. Все, дорогие друзья, на сегодня это мой показ. Вот такой вот был мои находки и мой улов в секонд-хенде, именно украшения, именно бижутерий. Надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам это интересно, и продолжим снимать такого же типа видео. Я их, в принципе, и снимала раньше, но вот продолжаю. Мой улов не всегда такой, что я могу показать. Очень редко я что-то нахожу в секонд-хенде и берет это у меня где-то, может быть, месяц, снять вот такое вот видео, потому что вот собираю свои находки где-то за месяц. Все, увидимся в следующем видео. Надеюсь, что вам было приятно. Поддержите меня лайком, подпиской, если вам нравятся мои видео. На сегодня все. Люблю, целую. С вами была Дита из Канады. Пока-пока-бай. Субтитры сделал DimaTorzok